Ремонт улицы Кирова на финишной прямой. Перепады дорожного полотна на участке от Карла Маркса до колхозной местами доходили до 30 сантиметров. Теперь дорога ровная и без дефектов. Проблема решена. Без горячей и холодной воды почти две недели прожили абаканцы на улице Крылова, 37. Причиной стала протечка одной из труб, а доступ в квартиру, где случилась поломка, был ограничен. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. В Красном Абакане прошли выборы старосты. На новый срок переизбрали Ольгу Глушякову. В Саяны вновь на поле. Сборная команда по хоккей с мячом провела открытую тренировку. Впереди у ребят напряженная работа перед новым спортивным сезоном. В эфире телеканала Абакан 24. Информационная программа сегодня. В ближайшие полчаса о главных событиях дня. В студии для вас работает Ольга Могучая. Здравствуйте. В активной фазе на реке Абакан продолжаются работы. Напомним, здесь строят переливную дамбу. Главная цель – сохранить от размыва береговую линию. Сегодня на месте работ побывал глава Абакана Алексей Лемин и прокурор Олег Загряцкий. Все подробности смотрите далее. Работы продолжаются уже две недели, при этом со значительным опережением графика. Бригада трудится практически без остановок. Задача ясна. Нужно не дать реке изменить русло и отвести поток воды в другую сторону. Ход строительства находится на постоянном контроле городских властей, а также прокуратуры. Строительство дамбы, которая отсекает течение, находится на контроле у прокуратуры города Абакана. Полагаем, что у администрации города Абакана есть достаточные средства, техника для того, чтобы справиться с данной ситуацией. Работы сейчас в самой активной фазе. Как говорят специалисты, чтобы выполнить поставленные задачи, им нужна еще минимум неделя. Работы ведутся управлением инженерной защиты. Привлечено 7 единиц техники. Работы ведутся в непрерывном режиме и в выходные дни. Самый сложный и самый такой основной участок нас ждет впереди в ближайшие три дня. Собственно, после вот этих вот работ течение Абакана должно повернуть несколько в иную сторону. Параллельно ведутся работы по укреплению берега. Они начались несколько дней назад. Это необходимо выполнить сейчас, чтобы береговая линия не разрушалась в дальнейшем. В качестве материалов используется железобетон и скальный грунт. Финансирование осуществляется из резервного бюджетного фонда Абакана, который предусмотрен как раз для подобных ситуаций. Работы постоянно контролируются. И инженерная защита, и водоканалом, и городской службой ГОЧС, но и в настоящее время органы надзора точно так же осуществляют проверку. Евгений Дмитриев, Андрей Аралов. Новости Абакан-24. Фрезеровка асфальта, корректировка люков, выравнивание дороги на улице Кирова в границах Карла Маркса, колхозная. Ремонт дорожного полотна близится к финалу. К концу недели дорожники рассчитывают уже завершить работы. Подробности расскажем далее. Асфальтобетонное полотно начали ремонтировать 5 июля. За этот участок подрядчик взялся из-за разрушения верхнего слоя. К тому же перепады здесь, так называемые асфальтные волны, местами доходили до 30 сантиметров. Ежегодный ямочный ремонт, по словам специалистов, не помогал. Сперва выполнили фрезеровку, сняли верхнюю часть старого покрытия, подкорректировали люки до отметки проезжей части. А сейчас главная задача рабочих – качественно уложить новое асфальтобетонное покрывало. Как сообщают дорожники, оно должно прослужить три года. Работы идут на опережение. Мы планировали завершить все работы августом месяцем. До конца августа у нас контракт заключен. Ну, если сейчас все хорошо, удачно у нас сложится, то к концу недели мы все работы завершаем. Специалисты ведут работы по полосам, чтобы не перекрывать оживленную магистраль полностью. После завершения ремонта останется вырезать небольшой фрагмент дорожного сэндвича и сдать в лабораторию на экспертизу. Это нужно, чтобы определить плотность и надежность материала. Стоимость муниципального контракта по итогам торгов – 9 миллионов. Средства выделены из городского бюджета. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости. Станут ровнее и удобнее и улицы Пирятинская, а также мы с ним Магомаева в Абакане. Сейчас градостроители готовятся к аукциону, чтобы определить подрядчика для выполнения работ. Он намечен на начало августа. Этот участок улицы Пирятинская в Абакане расположен рядом с воинской частью. Пока здесь сплошные лужи да ухабы. Но для местных жителей дорога крайне важна. Это одна из главных транспортных артерий. Первым делом подрядчикам предстоит выполнить выемку болотистого грунта, затем отсыпку основания и грейдирование на участке протяженностью 456 метров. Дорога будет двухполосной. Еще по метру с каждой стороны оставят для обочин. Для отсыпки рабочим понадобится больше тысячи кубометров песчаногравийной смеси. В городском бюджете на обустройство полотна предусмотрено 2 миллиона 315 тысяч рублей. Еще один проблемный участок, который требует внимания, находится в 10-м жилом районе. Это улица Муслима-Магомаева. Проехать здесь сложно, прежде всего, из-за непригодного грунта. Его предстоит заменить на участке от улицы Ираиды-Барашковой до Брусничной поляны. Всего обновят 566 метров дорожного полотна. Подрядчик будет использовать щебень либо скальник. В планах городских властей также провести отсыпку и грейдирование улицы Саянская, где картина схожая – рытвины, ухабы и болотистый грунт. К работам дорожники должны приступить уже в августе и закончить по контракту до середины октября. Хотя в градостроительном департаменте рассчитывают на то, что подрядчик справится гораздо быстрее. Уютные скверы, зеленые аллеи, мини-стадион для семейного отдыха. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды работы идут на 17 объектах. Есть список территорий, которые преобразятся и на следующий год. Накануне глава Абакана Алексей Лемин встретился с градостроителями, чтобы детально обсудить фронт предстоящих работ. Выбор, который сделали сами горожане. Благодаря активному участию жителей Абакана с каждым годом список объектов программы по формированию комфортной городской среды растёт. Было из чего выбрать и в этом году. В рейтинговом отборе участвовали 35 территорий. Лидерами стали скверу КДЦ имени Кадышева, парки Комсомольский и Арбан, а также территория по улице Лазурная. Мы уже заглядываем на следующий год, мы обязаны это делать. Мы уже строим планы на следующий год, определяем территории в соответствии с рейтинговым отбором, за который голосовали наши абаканцы. Ну и намечаем самое главное, основные направления проектирования. То есть мы должны за осенний, зимний, весенний период времени спроектировать, отторговать и уже начиная с 25 года, с весны приступить к этим работам. Озеленение, установка малых архитектурных форм, обустройство зон отдыха. К уже существующим 17 объектам, на которых работы по благоустройству ведутся в этом году, в 2025-м добавятся 4 новых территории. Объекты разные. Где-то, например, как парк Комсомольский, мы будем ставить новые детские аттракционные, будем ставить игровые площадки, а вот, например, парк Арбан, там всё только начинается, и вы прекрасно понимаете, что объём работы там колоссальный. Он будет осуществляться не в один год. И мы, допустим, на первый год запланируем только работы по вертикальной планировке. Ну, примерно то же самое мы планируем по скверу Лазурной. В первый год, наверное, работы будут в первую очередь по вертикальной планировке и, возможно, по асфальтированию улицы. Ну, а, собственно, потом мы уже приступим к завершающему этапу установлению малых форм. Планы на 25-й год намечены. Неизменным остаётся тот факт, что уютных и комфортных мест в солнечной столице становится всё больше. А это точно заслуга неравнодушных и активных абаканцев. Анастасия Марьясова, Андрей Аралов. Новости. Подготовка многоквартирных жилых домов Абакана к зиме. Эта тема стала главной на совещании с участием руководителей всех управляющих компаний Абакана. Традиционно встречу провёл первый замглавы республиканской столицы Владимир Жуковский. Отопительный сезон уже не за горами. Зима близко. А это значит, что кампания по подготовке жилфонда столицы Хакасии в самом разгаре. Сегодня в Большом зале городской администрации собрались представители управляющих компаний города, ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры и управления коммунального хозяйства и транспорта. Чтобы выяснить, насколько республиканская столица готова к неминуемым холодам. Общая ситуация по городу Абакану, готовность. Я говорю, общая, комплексная. То есть, это электрические сети, это тепловые сети, это водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. Всё, что касается у нас. Это 58% на сегодняшний день готовность. По республике общая, вот сейчас доложили, общая комплексная, 59%. Остаётся, я ещё раз говорю, максимум у нас с вами два месяца. То есть, сроков очень-очень мало, а работ очень-очень много. На 25-е, 07-е у нас выполнена промывка домовых систем в 665 объектах. Значит, всего у нас по нашим заключенным договорам 934. Нитраблические испытания пройдены. Общая готовность жилого фонда 71%. Значит, что касаемо социалки. Это школа, больницы, садики. У нас 86% по объектам образования, готовность уже к ОЗП. То есть, все работы выполнены. По здравоохранению у нас готовность 53% или 24% объекта. Напомним, летом были проведены крупные гидравлические испытания в левобережной части города, по итогам которых было выявлено разрушение неподвижной опоры в районе ТЭЦ, а также локальные порывы. Впереди полный останов теплостанции с 12 по 17 августа. В квартирах абаканцев в течение пяти суток вновь не будет горячей воды. Это время максимально используя и должны использовать и управляющие компании. Подготовка к зиме состоит из двух этапов. Первая – это сбор и анализ документальных документов, насколько у нас все участники готовы к зиме. Сейчас как раз мы переходим уже к физическому обследованию всех многоквартирных домов. Это когда у нас специалисты спускаются в подвалы и проверяют все оборудование, насколько оно подготовлено. И по результатам такого обследования комиссионного, всем управляющим компаниям выдается паспорт готовности. Специалисты управления коммунального хозяйства и транспорта отмечают, из 46 УЖК всего 4 не выполнили промывку и опрессовку труб. А если говорить про ТСЖ, то среди них в числе аутсайдеров 10. Кроме того, для получения паспорта готовности к зиме учитываются и задолженность жителей и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Добавим, до 13 сентября проверки будут завершены. И все управляшки должны получить заветный паспорт готовности к зимнему сезону. Это значит, что за это время управляющим компаниям предстоит выполнить большой объем работ. Надежда Савельева, Александр Кожевников, Новости. Спустя две с половиной недели дали горячую и холодную воду. Речь о многоэтажном доме по улице Крылова, 37. Напомним, в начале июля в одной из квартир пятиэтажки случилась проблема со стояком канализационной трубы. Однако собственница, по словам управляющей компании, не впускала к себе сантехников, чтобы те устранили неисправность. По итогу, без горячей и холодной воды вынуждены были обходиться сразу несколько квартир по стояку. И это в 30-ти градусную жару. После привлечения к этой проблеме общественников, специалистов управления коммунального хозяйства и транспорта, городской прокуратуры, эта история закончилась благополучно. Подробности далее. Напомним, поломка водопроводной системы случилась еще в начале июля. Канализационные воды пошли на этажи, расположенные ниже. Так пострадал санузел у пенсионерки Валентины Ворожцовой. Чтобы избежать протечек, воду управляющая компания в стояке перекрыла. Хозяйка проблемной квартиры инженера к себе не пускала. Требовала акт, подтверждающий протечку канализации. Во время съемок сюжета женщина на камеру пообещала, что запустит к себе сантехников в субботу 20 июля. Однако этого не произошло. По итогу, с начала этой недели, во время судебных заседаний, с бабушкой шли переговоры. И только сегодня специалистам удалось попасть к ней в квартиру. Суд сказал, что вот переводит уже на сегодня, на среду, да, что будет сегодня, ой, на четверг, что сегодня будет конкретно уже суд, что ей сделают немедленное исполнение, что все равно уже с органами власти мы все равно войдем в квартиру и к нашим, в общем, стоякам дойдем и доберемся. Но она пообещала суду, письменно там, не письменно, но под видеозапись, что она пустит сегодня в 11 ровно. Мы опять собрали всю службу, приехали, и она запускает нас. Работы проводились буквально в течение часа. Вода уже была подана и горячая, и холодная. То есть и все запустили, все работает. Была замена перекрытия, перекрытия, то есть это межэтажная была протечка, то есть поменяли общий стояк общего пользования, все и запустили. Модернизация энергосистемы Абакана и Хакасии. Экологическая ситуация в городе, реформа электросетевой отрасли в России. Это и многое другое обсудили накануне глава Абакана Алексей Лемин и советник главы Хакасии Николай Шульгинов на встрече с работниками абаканских электрических сетей и Абаканэнергосбыта. Именно энергетики столицы лучше всего знают о реальном положении дел в городской системе энергоснабжения и сложностях, которые тормозят ее развитие. Подробнее в материале Надежды Савельевой. Дым, который идет с печного отопления, он наоборот возвращается и стелется по приземному условию. За последние несколько дней советник главы Хакасии, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов провел несколько встреч с представителями различных, связанных с энергетикой организаций. Ключевая тема встреч – повышение надежности электросетевой системы республики. Неудивительно, что общение с энергетиками Абакана началось с традиционных вопросов. Обсудили сложности модернизации оборудования, проблемы отрасли, связанные с формированием тарифа и так далее. Все это мешает развитию города, в том числе и решению экологических проблем. Большие надежды в этом отношении связаны с федеральным проектом «Чистый воздух». «Чистый воздух» для нашего города – это, так скажем, жизненно важно и необходимо. При работе с проектным офисом «Чистого воздуха» – это Минприрода Российской Федерации, мы готовили основные направления и считаем, и проектный офис также считает, что основное направление – это электроотопление. Причем федеральный центр готов профинансировать покупку, монтаж электрокотлов, но нас сдерживает один-единственный фактор – отсутствие мощностей. Причем модернизацию федерных линий можно произвести за счет программы «Чистый воздух». А вот центры питания – это большая проблема для нашего города. В «Чистом воздухе» есть несколько направлений. Электроотопление – это где центры питания, электроотопление, там где у вас котлы и так далее. Есть центроледовое снабжение и так далее. Там несколько направлений. Мы говорим про центры питания, потому что по вашим муниципальным котлам там есть. Это главная проблема, да? Значит, долг она не решалась, но вот, Николай, не даст соврать, мы договорились, что есть программа развития энергетики, в которой тоже там денег нет, но эти деньги можно перевести туда, по крайней мере, просто не знали, как использовать. Сейчас мы нашли способ, как это использовать. И офис знает, Минэнерго знает, поэтому я думаю, что эту проблему можно уже ожидать, что она будет решаться. Трудный путь там получения федеральных денег в эту программу, потом финансирования, источник, проверка, контроль федеральных денег, но идти надо, потому что… Это единственный путь, скорее всего. В общем, модернизация системы – это самый, что ни на есть, насущный вопрос для Абакана. Город растёт. В этом году он стал вторым в Сибири и двенадцатым в России по вводу жилья. Однако это влечёт за собой и рост нагрузки на подстанции. Из семи подстанций мощности у нас есть только на одной. Официально это на Калининской подстанции. На Калининской подстанции при этом, при всём, жилой район там активно застраивается и по одну сторону, и по другую сторону из района, и жилой район Арбан. И мощности в ближайшее время исчерпаны будут тоже полностью. Мне волнует всё же комплексное развитие территории, то ли это районы, то ли там часть города. Нужно понимать всё, что делается здесь, и что требует развития инфраструктуры. Мне кажется, вот здесь мы должны вместе всё равно работать и с городом, и с правительством, и с энергетиками, и с муниципальными энергетиками, чтобы можно было понимать, кто что делает, чтобы можно было эту задачу решить. То есть всё равно речь идёт о совместном решении тяжелейших таких проблем. Коснулись на встрече и крайне болезненной темы сетевой реформы, которая грядёт уже совсем скоро. Локальным местным с бытовым компаниям придётся нелегко. Вместе с тем, как отметил глава Абакана Алексей Люмин, власти столицы предпримут все усилия для сохранения муниципальных предприятий, работающих в данной отрасли. Продолжаем выпуск. Наркоман, серийный вор и мошенник. В Абакане будут судить отпетого преступника. 30-летний мужчина совершил 5 краж, 2 эпизода мошенничества. Также он обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Как рассказали в МВД, со своими жертвами обвиняемый был знаком заранее. Либо втирался в доверие в день совершения преступления. У коллег по СТО он похитил сварочный полуавтомат. У новоиспечённой знакомой телефон и кошелёк с деньгами во время застолья. Были случаи, когда под предлогом звонка забирал смартфоны и убегал. В богатом списке деяния абаканца кражи из автомобиля, а ещё хранение марихуаны. Рецидивист даже пытался уйти от уголовной ответственности, сменив фамилию. Но это не помогло. В настоящее время обвинительное заключение направлено в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. В Абакане горел дом и гараж на площади почти 150 квадратных метров. К сожалению, пламя заметили поздно. Тушению мешала и плотная застройка. Звенья газодымозащитников из гаража эвакуировали два квадроцикла, электробензоинструмент и кислородный баллон. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. Предварительно к возгоранию привело короткое замыкание проводки в гараже. Мотоциклист пострадал в ДТП в Аскизском районе. Сегодня ночью в селе Верх Аскиз 20-летний парень на рейсер «Эндуро» сбил лошадь, внезапно выбежавшую на дорогу. Рулевой госпитализирован с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Известно, что пострадавший был без мотошлема. Также у водителя нет прав. Проводится проверка. Утро добрым бывает не у всех. В Абакане продолжаются массовые проверки водителей. По утрам инспектор ДПС дежурит в районе кольцевой развязки улицы Советска и автодороги Р-257. За последние дни экипажам попались трое пьяных рулевых. Они заплатят штраф в 30 тысяч рублей и ближайшие полтора года не смогут водить машину. Еще в отношении одного любителя выпить на дорожку решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Он сел за руль под шофе не в первый раз. Сразу пятеро бесправников неудачно выбрали свой маршрут в надежде остаться безнаказанными за управление транспортом без водительского удостоверения. 16-летний подросток из Саиногорска угнал грузовик. Он был пьян. Известно, что мальчишка подрабатывала на одной из промбаз города Металлургов. Ночью, выпив спиртного, несовершеннолетний решил покататься по городу и не придумал ничего лучше, кроме как взять без спроса грузовой транспорт своего начальника. Юноша знал, где находятся ключи, завел грузовик и, выбив машиной ворота, устроил ночной вояж. Суд решил не отправлять малолетнего угонщика под стражу. На период следствия он останется дома, но с запретом некоторых действий. Больше 65 тысяч долларов США пытался вывезти в Китай житель Хакасии. Возбуждено уголовное дело. По статье контрабанда наличных денег в особо крупном размере сообщает Красноярская таможня. Вывоз незадекларированных наличных пресекли в аэропорту Красноярска. 48-летний житель нашей республики вылетал в Пекин. Для прохождения таможенного контроля он выбрал зеленый коридор. Таможенники выявили в его ручной кладе 10 тысяч евро, 62 тысячи юаней и 47 тысяч долларов. В перерасчете общая сумма наличных составила 65 тысяч долларов. Теперь нарушителю придется отвечать в суде. Напомним, с 1 марта 2022 года вывоз наличности из России свыше 10 тысяч долларов в любой иностранной валюте временно запрещен. Внимание, розыск. В Абакане ищут воришку телефона. 23 июля вечером в магазине на улице Кравченко кто-то забрал смартфон, оставленный предыдущим покупателям в тележке для товара. Для установления всех обстоятельств произошедшего полиция разыскивает женщину, попавшую в объектив камеры видеонаблюдения. Любую информацию можно сообщить по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Между тем грабителя, который сорвал с пожилой женщины золотую цепочку, задержали полицейские Абакана. Незнакомец подбежал к пенсионерке на проспекте Дружбы народа. В кратчайшие сроки оперуполномоченные уголовного розыска смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Похищенное он продать не успел. Ювелирные украшения вернули владелицы. А вор теперь ожидает суда. Ему грозит до 4 лет тюрьмы. Далее реклама. После вернемся к новостям. Реклама. Требуются бетонщики. Зарплата от 150 тысяч рублей. Мастер бетонных работ. Зарплата от 170 тысяч рублей. Вахта. Газимурский завод. Телефон 996 054 32 33. Что такое дом любимый? Это там, где вся семья. Мама, папа и сеструнка. Котик и, конечно, я. Мы живем все очень дружно. Я их всех очень люблю. Побегу, скажу им это. Крепко-крепко обниму. Муниципальный жилищный фонд. Новая история города. Экономьте вместе с домом текстиля. Полотенца, постельное белье, подушки. Весь текстиль для дома до 40% выгоднее, чем в интернете. Приходите к нам на перекресток Кирова и Рыгина 21 или в павильон текстиль на китайском рынке рядом с отделом ковры. Дом текстиля. Ваш выбор экономии и качества. Реклама. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. В Красном Абакане прошли выборы староста и руководителя ТОС. На новый срок переизбрали Ольгу Глушякову. Много лет назад Абакан одним из первых в России организовал ТОСы в отдаленных от центра города районах. Подробности в нашем сюжете. За последние пять лет Красный Абакан претерпел значительные изменения. Были построены сквер-баранка, универсальный спортивный зал, детский сад с бассейном, дороги, тротуары, новая школа и спортивные площадки. Во всей этой работе активное участие принимают и местные жители. ТОС Красного Абакана активно решает вопросы благоустройства, организует социальные акции и культурно-массовые мероприятия. Руководила и минувшие пять лет Ольга Глушякова. Накануне делегаты единогласно переизбрали ее на следующие пять лет. В ближайшие пять лет мы будем реализовывать уже свои планы. Конечно же, общаться с людьми, принимать все их пожелания, наказы, реализовывать. И, конечно же, наш район будет развиваться, становиться более комфортным для жизни. Чтобы люди здесь действительно жили в удовольствии, чтобы было место где-то отдохнуть, куда выйти с ребятишками, погулять. И школа есть у нас теперь большая. И ждем еще, возможно, школу одну. Поэтому все будет в нашем районе прекрасно, если мы будем вместе идти к своей цели. Потому что ТОС – это объединение людей. Ольга Глушякова возглавляет ТОС Красный Абакан с 2019 года. Семья Глушяковых – сами жители этого района и хорошо знакомы со всеми плюсами жизни в спальном районе и проблемами жителей. Здесь Ольгу Александровну знает практически каждый, потому что без внимания не остается ни одно обращение. Глава Абакана Алексей Лемин высоко оценил деятельность ТОС «Красный Абакан» и поздравил Ольгу Глушякову с переизбранием, пожелав ей дальнейших успехов в работе. «Практика ТОСов в нашем городе прижилась очень хорошо. И ТОС – это большие помощники администрации города. И работают они, как показывает практика, очень эффективно. Более того, многие жилые районы, где у нас ТОСов нет, например, тот же самый 10-й жилой район, 3-й, 2-й жилые районы, это районы многогоэтажной жилой застройки, тоже обращаются неоднократно в администрацию города с просьбой организовать ТОС на территории нашего района. Мы все это будем рассматривать, конечно же. Ну, а если говорить про «Красный Абакан», это действительно, наверное, самый активный и самый дружный район города Абакана. Они у нас принимают активное участие во всех грантах, во всех голосованиях. Всегда практически побеждают. И в районе за последние 5 лет проделана очень большая работа. Работы действительно предстоит много. Планы грандиозные, и все нужно реализовывать, поделилась Ольга Александровна. И здесь важна слаженная работа всех – и администрации города, и районного самоуправления, и, конечно, местных жителей. А сейчас время нашей рубрики «Команда Абакана». В ней мы знакомим вас с теми, кому не безразличен город и его будущее. С людьми, готовыми работать на его благо и благо горожан 24 на 7. Ставя заботы об общем на первый план. Решая проблемы с индивидуальным подходом, а задача оперативна и слажена. Сегодня героиней стала учитель истории школы номер 9 Абакана Анна Борисова. Меня зовут Борисова Анна, мне 33 года, и я в команде Абакана. Учитель истории общественного знания школы номер 9 Анна Борисова! В 2010 году, получается, я переехала из Красноярска сюда, вышла замуж. Первое впечатление, когда я сюда приехала, это то, что город очень уютный, зеленый. Сама я родом из деревни. Взаимосвляясь с природой, тесная с ней общение, для меня играет огромную роль. Абакан, в целом, это еще и про людей, потому что здесь очень такое уютное комьюнити. Это сообщество педагогов и ассоциаций молодых педагогов и педагогов-наставников. В нашем городе очень много воодушевленных, классных, интересных учителей работает. На самом деле, я не педагог по образованию. По образованию я историк. И, наверное, моя карьера в педагогике началась с любви к науке и истории. И когда я попробовала себя на педагогической практике, я поняла, что мне нравится контактировать с ребятами, мне нравится та энергетика, которая царит на уроках. Я, попробовав преподавать, поняла, что это мое, так и осталось в школе. Тема открытого урока «Научитель года» была о развитии художественной культуры во второй половине 19 века. И когда я готовила свое открытое занятие, я подумала, как же можно удивить учеников, потому что я уверена, что любое крутое занятие начинается с удивления. И как раз-таки, вспомнив о существовании греческой музы истории Клио, я решила именно в этом образе преподавать занятия в формате посещения интерактивного исторического музея. Поэтому, да, я люблю креативить, люблю искать новые методы, причем ищу их чаще всего в каких-то уже устаревших знаниях, устаревших источниках, может быть, забытых. Один из экспериментов последних был связан с изучением как раз первобытности в пятом классе, когда я попросила ребят попробовать сделать дома по типу первобытного человека орудия. Ребята принесли и стрелы, и копья, они проносили все это в рюкзаках, и вот такую принесли мне булаву. Муж и двое детей у меня. Мама, я веселая и творческая. Главную цель материнства я вижу в том, чтобы вырастить из своих сыновей свободных и счастливых людей. Я учу своих детей нести ответственность за свои решения и никогда не ругаю за плохие оценки. Казалось бы, да, вот учителя, почему так? Я понимаю, что нет смысла в отличных оценках, есть смысл в развитии определенных важных навыков. Муж работает тренером, он инструктор по спорту на железной дороге. Он у нас ответственный за справедливость и за спортивное воспитание. Команда Абакан — это люди, которые заинтересованы в развитии города. Соответственно, как учитель общества знания, понимаешь, что это инициатива гражданского характера, то есть мы говорим о складывании гражданского общества. Соответственно, надеюсь, что команда Абакана дает возможность ее членам развития, какие-то точки роста, опять же, реализацию, может быть, идей, проектов, которые направлены на улучшение социального климата в этом городе. Когда мы возникаем по поводу каких-то вещей, которые нас не устраивают, нужно задуматься, что я сделал для того, чтобы изменить существующую ситуацию. Какая моя роль в том, чтобы сделать жизнь лучше вокруг себя прежде всего. И я желаю, прежде всего, научиться нести ответственность за свои поступки. Кто-кто в теремочке живет на территории заказника Пазарым имени Виктора Михайловича Зимина, развешенные для птиц дощатые домики облюбовала белка-летяга. Искусственные гнездовья были изготовлены и развешаны в междуречии Карасумы и Оны. Прошлым летом в домиках стали находить следы пребывания летяг. Внутри они сооружали шарообразные гнезда из лишайника, где и скрывались дневное время. А в этом году в Синичнике экологи обнаружили самку-летяги с двумя детенышами недельного возраста. Ее гнездо отличалось плетением из тонких волокон ивовой коры с небольшой примесью лишайников. На данный момент гнезды грызунов найдены уже в восьми домиках, рассказали в заповеднике Хакаски. И о спорте Саяны вновь на поле. Сегодня сборная команда по хоккей с мячом провела открытую тренировку. Впереди у ребят напряженная работа перед новым спортивным сезоном. И основная работа сегодня у нас, как я уже вам говорил, 300 прыжков из различных положений с выбеганием, барьеры и так далее. Сейчас у наших хоккеистов период активных тренировок на футбольном поле у спорткомплекса Саяны. Базовый сбор, как называют это спортсмены. Со следующей недели нагрузка пойдет на спад. Я думаю, что вы в процессе сами увидите, как проходит тренировочный процесс в этот период. И еще раз повторюсь, что у нас сейчас двухразовые тренировки и нагрузка на этой неделе, она по максимуму. Для чего это делаем? Для того, чтобы подготовиться уже к сезону непосредственно и к Кубку России в первую очередь. И уже потом переходим потихоньку к чемпионату России. В этом году трое новеньких парней пополнили состав команды. Кто-то уже был в составе Саян ранее, а кто-то приехал впервые. Но каждый из них строит большие планы на предстоящий сезон. До этого два сезона был в Мурманске. Сейчас вот в Абакане. Впечатление всегда хорошее. Новый коллектив, но хоккейный мир у нас маленький. То есть мы друг друга все знаем. Никаких проблем нету абсолютно. Я был два года назад здесь. Как бы в принципе всех ребят знаем. Все как обычно. То есть со всем друг другом знакомы. Ничего нового. Личные планы. Ну как бы расти вверх, стремиться к лучшему. Ну и как бы побеждать в каждой игре. Я здесь родился. Отсюда началась моя карьера. Поэтому сейчас я здесь. И да, я здесь играл. Я играл за Байкал. Два матча сыграли в чемпионате. Ну довольно такая упертая команда была. В ближайших планах у команды тренировочный сбор в Красноярске. На большой арене. А дальше Кубок России. Он пройдет в Кемерове с 1 сентября. Также в ближайшей перспективе участие в Суперлиге. Как каких-то предпосылок о том, чтобы мы не участвовали в Суперлиге нет. Нет, трудности есть у нас, конечно. Конечно, поверьте, мы не шикуем. Мы как бы все по минимуму. Каких-то таких изысков и тренировочных сборов в Сочи. Или как вот сейчас модно это говорить. Где-то на югах у нас нет. Как вы видите сами, мы тренируемся здесь. Поэтому, конечно, ситуация такая, сказать, если говорить про финансовую составляющую, не сказать, что она прям совсем-совсем. Но трудности есть. Но наше руководство предпринимает максимум всех, так сказать, комплексных мер для того, чтобы команда существовала и команда участвовала в чемпионате России, в Суперлиге в этом сезоне. Все ошибки прошлого года учтены. Стратегия на нынешний спортивный период разработана. Как отмечает главный тренер, самое важное то, что сохранился основной состав, что был в прошлом году. Игроки уже знают друг друга на поле. Игра получается слаженной и командной. Алина Яковлева, Владислав Воронов. Новости. Боксеру из Хакасии Сергею Слободяну присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Наш спортсмен, член сборной России, бронзовый призер чемпионата страны. Неоднократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований, а также победитель пятых игр стран Боливарианского и Альянса. Последние годы принимает участие в соревнованиях весовой категории до 92 килограммов. Сергей родом из Саногорска, где и начинал заниматься боксом. Сейчас тренируется в Абакане под руководством Николая Дружинина. В завершении выпуска о погоде плюс 35 и выше опасная жара пришла в Хакасию. Она задержится на несколько дней с 25 по 28 июля. В Абакане введен режим черного неба. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся по прогнозам синоптиков до 19 часов завтрашнего дня, как и в Черногорске. На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан24, в наших социальных сетях и в Телеграм. А еще прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть в ВКонтакте, Одноклассниках, платформе Lime IGTV, а также на YouTube-канале и видеохостинге Routube. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...